Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Главное оружие в этой борьбе – агитационный плакат. Когда царь сам отказался от престола, то, естественно, началась буржуазная революция. Тут появилось множество партий, как у нас сейчас, Первая Дума, естественно, началась борьба за власть, за влияние на народ, выборы были. И были множество агитационных предвыборных плакатов. Естественно, когда началась социалистическая революция, пошла агитация, естественно, советская, за советы. За водой рабочим, землю крестьянам, за светлое будущее. 1922-й. Страна празднует пятилетие победы Великого Октября. Начинается широковещательная трансляция радиопередач. Революционная Россия становится Союзом Советских Социалистических Республик. И в этом же году рождается крокодил. Бумажный, но в то же время колючий и зубастый звень. В Советском Союзе было 15 республик. В каждой республике был младший брат крокодила, который сдавался в этой республике как на русском, так и на местном на речи и языке. Это, например, грузинские нянги, на Украине был перец, он и сейчас, по-моему, выходит. Ну и в каждой республике свой журнал, он назывался по-своему, ну, какой-то был колючий-режущий такой, там, оса, виллы, еще что-то, такие были страшные названия. Сатиры, да по головам врагов молодой социалистической страны. Еженедельно и абсолютно бесплатно для всех подписчиков рабочей газеты. Иллюстрированное издание с броскими и емкими лозунгами. Эмблема журнала «Красный крокодил с вилами». Сумчатое, ненасытное, класс паразитирующих, питается плодами чужого труда, водится исключительно в странах капитала. В 80% вообще всего крокодила рисунок, он затевался-то такой, как все-таки в основном рисованный журнал, понимаете, потому что в ту пору, когда он начал выходить, в России было очень много людей неграмотных. И рисунок с короткой подписью был понятен. 30-е годы. Позади эпоха НЭПа. Перед страной новые задачи, новый этап модернизации, цель которой в кратчайшие сроки обеспечить технологический прорыв во всех областях экономики. В стране культ личности Сталина. Массовые репрессии. Тут уж не до смеха. Никаких шуток ниже пояса. Легкий юмор и фельгетончики. А в 1939 году в Москве проходит первый всесоюзный конкурс артистов эстрады. Лауреатами конкурса становятся Клавдия Шульженко, Мария Миронова, Аркадий Райкин. Я вспоминаю Аркадия Райкина в его масках, в его лицах. И крылатые выражения, которые с его выступлением уходили в народ. И все пользовались, так сказать, его выражениями и жестами. И в общем, ну, в общем, такой всенародный артист. Не народный, а всенародный артист-любимец страны, любимец народа. Первый, я говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел сюда кафе и столовой. Я хочу кусять. Мне товарищ приносит. Я говорю, это свачка. Он начинает со мной спориться. Другой приходит, мне язык показывает. На сцене Аркадий Райкин. В зале смех. Райкин мастер мгновенного перевоплощения, конферансье и исполнитель, актер и юморист. Великая Отечественная война словно ураган ворвалась в молодую советскую страну и все смешала. Почти все, кто мог, ушли на фронт. Надо было как-то поддерживать дух защитников Родины. Создавались фронтовые бригады. Артисты ездили на фронт, чтобы как-то развлечь солдат. Среди них был и Райкин. Там, где смерть каждую минуту смотрела в глаза, юмор был нужен как никогда. Райкин смешил бойцов, выступал перед ранеными в госпиталях. Родители не хотели брать меня на войну, потому что они ездили все время на фронт, на один, на другой, на третий. Они обслуживали армию нашу. А дедушка с бабушкой и с младшими детьми, они остались в блокаде ленинградской. Так что так получилось, что они оставили меня у чужих людей в Ташкенте, и они там просто меня не кормили. Я чудом выжила. Ансамбль песни и танца Юго-Западного фронта. Вместе с ним в образах-масках повара Галкина и банщика Мачалкина выступали актеры Ефим Березин и Юрий Тимошенко. Знаменитый комический дуэт народных артистов Украинской ССР. В 46-м их стараниями родились новые герои. Милиционер Тарапунько и монтер Штепсель. Я помню в детстве, понимаете, когда радио все время в доме, и оно не выключается. Вот такая тарелка, которая не выключается. Выключается только, когда оно само по себе выключается. И Тарапунько и Штепсель были суперпопулярными, тем более на Украине. А я росла на Украине. Тем более на Украине. Вот поэтому какие-то у них ведь в общем бытовой был юмор. Не дай бог что-нибудь, касающееся устоев, каких-то социальных проблем. Нет. И поэтому они спокойно могли жить, развиваться. Тарапунько говорил на украинском, а Штепсель на русском. И это, несомненно, было находкой. Сочетание двух языков придавало дуэту особый шарм. Их выступления собирали полные залы. Начав с парного конференца, Березин и Тимошенко перешли к созданию эстрадных спектаклей. А позже даже кинокомедий по собственным сценариям. А это американский генерал из Пентагона. Это он заявил. Нашим доблестным солдатам покоится весь Вьетнам. Интересно дуже знати, шо він там завоювал. Они были лично знакомы с Хрущевым, и поэтому цензура была к ним особо благосклонна. Для них писал известный писатель-сатирик Александр Каневский. Начинает регулярное вещание советское телевидение. И юмор дышит намного свободнее на всю страну. Юмора становится больше. Через телевизор он заполняет каждую квартиру. Вот газета «Правда». Видите, вот здесь. А в съезде. И в этой газете облучение смехом о кабачке «Тринадцать стульев». Неслыханное просто. Это говорило о том, что какое большое место в телевизионных программах занимает кабачок «Тринадцать стульев». Первый развлекательный телесериал, который продержался в эфире 15 лет. Первая народная передача с постоянными героями и единством места. По сюжету все происходило в польском кабачке. Искрометный юмор и восточноевропейские шлягеры, которые исполняли московские актеры под фонограмму. Дурашливые и зачастую наивные сценки и репризы служили для советских людей своего рода отдушиной. И все это в кабачке «Тринадцать стульев». Лапин терпеть не мог эту передачу и все время пытался ее закрыть. А как рассказывали, что Державе нажаловался Буденову, Буден из Кабре, и Брежнев сказал Лапину, ну зачем ты трогаешь? А, хорошая передача. Но это известно, что Брежнев обожал две вещи. Вот он обожал кабачок и хоккей. Выпуски телесериала с нетерпением ждали каждый месяц. Пан-директор Спартак Мишулин. Пани Катарина Наталья Селезнева. Пани Моника Ольга Аросева. Пан-директор, боже мой, ну идите скорее сюда. Ну выпейте, ну что вы. Их просто обожали. Название телеспектакля соответствовало количеству участников каждой серии. А задуманная поначалу трилогия стала почти бесконечной из-за писем телезрителей и особой любви к передаче главы государства. По слухам, Брежнев старался не пропустить ни одной серии кабачка. Добро пожаловать в кабачок 13 стульев. Есть кое-какие новости. Правда, я когда-то говорил, что не люблю повторять сплетни, но что с ними еще делать? Эстрада была только советская, отечественная. Отечественная. Зарубежные не полагалось выпускать на телевизионные экраны. А наши паны и пани, то есть персонажи кабачка, пели под фонограмму, естественно, раскрывая рот, какие-то странные и непривычные для наших зрителей песни. Эти песни иногда слышали где-то в записи какой-то, но не по телевидению. По телевидению у нас этого не было. А в кабачке было. Телеспектакль с интересом смотрели даже в Польше. В юбилейный, десятый год передачи, советское руководство наградило всех ее участников премиями. А польское правительство присвоило всем героям и руководителям кабачка звание «Заслуженный деятель культуры Польши». Это была вообще такая очень популярная передача. И как бы даже было неприлично ее не смотреть. И, собственно, все приникали к телевизору. Это был такой первый глоток такой вольной свободы такой на телевидении. Было приятно, что играют одни и те же актеры, что у них какие-то свои взаимоотношения, что это переходит из серии в серию. Мне кажется, актеры сами получали большое удовольствие. Я не могу сказать, что это что-то глубинно действующее, с таким последействием на всю жизнь. Нет. Но это всегда было очень приятно смотреть. И я не помню, чтобы меня что-то шокировало каким-то запахом пошлости. 1981 год. В Польше народные волнения, репрессии и военные положения. Руководство СССР ставит во главе Польской республики своего человека, генерала Ярузельского. Любой намек на Польшу в то время казался призывом к бунту. Поэтому кабачок 13 стульев закрывают. Позже были попытки возродить проект, назвав его немного иначе. Кабачок на Тверской. Но особого успеха это не имело. Людям была нужна новая программа. Ею стала передача «Вокруг смеха». Возникла необходимость народу подарить новую юмористическую программу. С этой просьбой руководство телевизионное обратилось в клуб 12-го улевого литературной газеты, который тогда, это был олимп всех юмористов, сатириков страны. И они обратились к Виктору Веселовскому, а он уже позвал меня. Потому что мы с ним... Ну, во-первых, я в принципе в клубе печатался много. А во-вторых, мы с ним уже делали какие-то телевизионные программы. Вот так, то есть не то, что мы вдруг сидели ночью, придумали. Нет, мы придумали по заданию партии правительства. Программа была задумана как совместный проект отдела развлекательных и юмористических передач центрального телевидения и юмористического отдела клуб 12 стульев литературной газеты. Авторы программы – известные юмористы, среди которых зав. отделом юмора клуба 12 стульев Виктор Веселовский, сценарист Аркадий Инин, писатель Аркадий Арканов и многие другие. Ну, хау было следующее. Значит, вот все говорили, вот вчера Аркадий Исаакович выдал Райкин там, Огородный, Микчапаеву в греческом зале, греческом зале. И никто, в общем, не знал в массовом смысле, что все же это придумал великий Райкин, нет вопросов. Но у него есть автор, и в частности это придумал Миша Жванецкий. И вот впервые мы вывели, решили вывести на экран авторов, тех, которых ни страна не знала совершенно. Вы видели человека, который никогда не врет? Его труд увидеть, его же все избегают. Он никогда не лжет, он прям как артиллерийский ствол. Он может сказать женщине, почему вы кокетничаете, показываете коленки, когда вы, по моим расчетам, еще помните русско-японскую войну. Зритель стал смотреть программу, но до того, как ее смотреть, надо было решить вопрос с ведущим. Тут мы тоже сначала пошли традиционным путем юмористических артистов, значит, стали перебирать. Но вот что-то не сложилось. Андрюша Чемиронов был жив, Зямов Исаковский, Ширвиндт. В общем, что-то у них кино, театр, в общем, не сложилось. И тогда Витя Веселовский выдал первую историческую фразу. Он сказал, что раз это программа авторов, то чего же должен артист вести? Пусть и ведет тоже автор, писатель, поэт, пусть ведет Санек. Его называли просто Сан Саныч. Известный пародист Александр Иванов очень органично вжился в роль ведущего. Окончив факультет рисования и черчения, он преподавал начертательную геометрию, а заодно писал стихотворные пародии. И именно он стал вести вокруг смеха. Ну, а почему Саня Иванова, если бы более известные писатели, поэты, которые могли бы вести юмористы? Тогда Витя Веселовский произнес свою вторую историческую фразу. А потому что Саня Иванов единственный русский из всех наших юмористов. И тогда, в 78-м или каком-то году было, это оказалось решающим. Однажды на передачу приехал легендарный Леонид Утесов. Тот самый одессит, советский эстрадный певец, куплетист, руководитель джазового оркестра, актер. Помню только один раз его в этой программе. Он был замечательный. Он был очень старый, но неотразимый. Помню только из невеселого, что он уже с трудом ходил, и он не мог подняться по общей лестнице. Его как-то поднимали через черный ход, через служебный ход каким-то образом. То есть по обычной лестнице, где шли все артисты и все зрители, он был не в силах подняться. Но это было до выступления. Но как только он появился на сцене, все, ни старость, ни болезнь, ничего не было. Он шутил, он острил, он потрясающе обаятелен был. Он играл с залом, он пел, естественно, рассказывал, опять же, естественно, о детской байке. Я сочиняю стихи. Я бы сделал это сейчас смело, открыто, но когда рядом со мной сидит этот человек, который из каждого стихотворения такую петрушку может сделать, что люди как хочут, что я могу читать. Благодаря передаче «Вокруг смеха» впервые на центральное телевидение попали клоун Вячеслав Полунин, Рина Зеленая, Михаил Задорнов, Аркадий Инин, благодаря телевидению их теперь знали в лицо. Я не из тех авторов, которые писали для артистов, а из тех, которые просто писали эмористические рассказы. И печатали их в литературке, в «Крокодиле», в «Юности». И потом приходили мне рапортички из общества авторского, и я узнавал, что какой-то рассказ читают, даже не знаю, кто читает, потому что приходили только денежки, читают там, читают там, читают там. То есть непосредственно для, вот как Миша Мишин, там Сеня Альтова, они писали конкретно для Клары Новикой, там, я не знаю, для того же Райки написал Мишин и Альтова, для Петросяна. Я никогда для артистов не писал. В год коровы нам на шею цепляют колокольчики, в год лошади женщины дарят нам маленькие копыта, в год буйвола большие рога. Писатель-юморист, сатирик, профессия интересная, и не каждому по зубам. Писать смешно и весело, как ни странно, очень сложно. Намного проще написать душесчипательный рассказ, чем комедию. Я ничего не умею делать руками, не люблю физический труд. И когда я, значит, поступил в политехнический институт в Харькове, да, ну, как всегда, все институты, всех сразу отправили на сельхозработы. И полтора месяца там корячиться очень не хотелось. Выкрутиться можно было только записавшись в такой самодеятельный коллектив, который ездил по тем же колхозам. И я записался в конференции. Но сразу оказалась такая сложность. Председатель говорит, ну, хлопцы, у нас вот такая проблема. У нас там доярка Галя, значит, проспала двойку. И коровы там плакали, шаги их не подоили. А тракторист Микола, значит, пьяный утопил трактор в реке, значит. Вот треба их, значит, продернуть в сатирических куплетах. Я ему гордо говорю, я, знаете, конференсье, я не какой-то там вам куплетист. Это я не умею. Ну, ты же артист. Я говорю, ну, мы все артисты, но это же мы не умеем же делать. Но если вы не умеете, так идите, вот, остановьтесь рядом, значит, с вашими хлопцами и убирайте кукурузу. Ну, и шо, значит, и вот так я впервые в жизни написал сатирические куплеты. Они сами писали и сами же читали свои произведения. А чтобы было еще интереснее, на передачу приглашались друзья по юманистическому цеху из журнала «Крокодил». Однажды Александр Иванов заметил, что когда передают вокруг смеха, то улицы пустеют. И действительно, это была одна из немногих существовавших тогда развлекательных телевизионных передач, которые мог, не отходя от экрана телевизора, посмотреть весь Советский Союз. Тем не менее, в 91-м году программу закрывают. Не было уже Советского Союза и не нужен был уже прежний юмор. Зал кинотеатра заполняется детьми. Каникулы – волшебное слово. А в каникулы существует традиция. Пойти в кино – на сказку. Свет в зале гаснет. На экране – заставка. А также их родители. Веселые истории. Почти каждый детский киносеанс начинался с яралаша. Легкие, веселые, а главное – добрые миниатюры. Для всей семьи. Звучала задорная песенка, приглашающая посмотреть новые выпуски. Меня никто не приглашал записывать именно эту песню. Но меня пригласили записывать другую песню на студии Горького. А там, значит, рядом в студии записывали мальчики заставку к яралашу. И музыкальный редактор в бессилии подошла. Говорит, ну что же делать? Как-то у них немножко это нарочито получается. Пойди покажи им, пропой им. Вот. Ну вот я пришла, напела. И, в общем, все решили, что пусть это так и останется. Лапша длинная, а я хочу короткую. 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 Короткую? Ах, ну на тебе короткую. Коль, только ты компот не выливай, компот я буду есть. На детском юмористическом журнале «Яралаш» выросло не одно поколение. Актеры – талантливые дети. Впоследствии многие из них связали свою жизнь с кинематографом. Дети-артисты вместе со старшими коллегами-профессиональными актерами создавали юмористические сюжеты на злобу дня. Руководил всем режиссер и сценарист Борис Грачевский. А началось все в 75-м году. Ну, он зарождался, поэтому я трудно было бы предугадать, что это будет на самом деле, будет ли это иметь продолжение. Никогда невозможно предугадать это, невозможно. Вот. Но, в принципе, я, ну, посматривала этот журнал, и он мне всегда очень нравился. Именно тем, что... Именно с участием реальных детей. Ну, и кто же это написал? Я же все равно узнаю. Хуже будет... Кто? Более 25 лет Яролаш радует не только детей, но и взрослых своим добрым юмором. Меняются времена. Октябряты и пионеры давно в прошлом. Но веселые истории про тех самых октябрят интересно смотреть и в наши дни. А вообще-то после распада Советского Союза мы все так же шутим. Мы не разучились смеяться. Вот только юмор стал другим. Жестким, где-то грубым, местами злым, коммерческим и примитивным. Но те, кто ностальгирует по ушедшему, всегда могут вернуться к тому особенному времени. Пожелтевшие листки крокодила, архивные записи с Райкиным, миниатюры из вокруг смеха – наше смешное советское прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова